Определены для смирения. Пастор Шаллер. Послание к евреям, 12 глава. Третий стих. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Другими словами, люди говорили, ты глупец, ты идиот, ты никто, ты опозорившийся человек, нелепый раввин, ты ничтожный человек. И он претерпел это поругание над собою. Но его смирение перед Богом, это будет одним из пунктов в нашей проповеди. Его хождение было только перед Богом. Если же наше хождение только перед людьми, горизонтальность жизни, что обо мне говорят газеты, тогда я буду сообразован с их моральным советом и буду говорить, да, вы правы, это постыдно. Мне нужно улучшить свой статус. Мне нужно позаботиться о том, чтобы мои поступки соответствовали всему, что говорят газеты, всему, что обсуждается в местном ротационном клубе, всему, что говорит поместная церковь, что говорит местный клуб здоровья или мой начальник. Наше хождение так легко подстраивается. Вы довольны? Все ли довольны на работе? Если вам приятно, такова ось, с помощью которой мир поворачивает в различных культурах, например, в Древнем мире, а также и в том, в котором Иисус умер. Культура была представлена понятиями почесть или позор. Среди евреев, фарисеи держались почести того, что люди думают о вас, а противоположное, это был позор. Когда Иисус пришел в мир, Он показал нам нечто другое. Он жил не перед культурой, но перед Его Отцом. И так как Он был смирен перед Отцом, Он находился в поругании от людей. Но Он претерпел это. Он это сделал. Потому что почесть, приходящая от Бога, более величественна, чем та, которая приходит от людей. Книга Иисая, 66 глава, 1 стих. Так говорит Господь, небо престол Мой, а земля подножия ног Моих. Где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Он говорит, он Бог. Соломон сказал, что Бог настолько велик, что Он живет не только в храме, но даже небо и небо небес не вмещает Его. Он выше и больше всего. Где место покоя Моего? Кто-нибудь знает ответ на это? Где место покоя Бога? Да, сердце верующего – это хорошее слово. Оно в Моем Сыне, в Моем Сыне Иисусе Христе. У Него и у меня тот же самый ум. Конечно, они одно. Но место Моего покоя – Христос. Мы – члены тела Христова, и место Божьего покоя здесь с нами. Удивительно. Стих 2. Ибо все это соделала рука Моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю – на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Садитесь, пожалуйста. Слово «сокрушенный», «искалеченный», «избитый», «отвергнутый», «хромой» – это дух не сильный, но сокрушенный, сломанный. Это сокрушенный человек, трепещущий перед Словом Моим. Этот стих был у меня в мыслях несколько месяцев. Трепет перед Его Словом – это не только изучение Библии, стих 2, но почтение Его Слова. Слово «трепетать» – «почтительно бояться». Мы можем изучать Библию, но другое дело – быть в повиновении, относиться с глубоким почтением к сказанному, исследовать, что говорит Дух в Слове, «потому что это в самом сердце нашей жизни» – в Словах Христа. Послание Якова, 4 глава. Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Смирение стало популярным после Христа. Христос принес смирение в этот мир в качестве добродетелей. Мы обучились этому в нашей культуре, потому что в нашей истории преимущественно христианская культура. Читать Библию, понимать, что Христос смирил Себя до смерти на кресте. В повседневной жизни смирение – редкое слово. Поговорите об этом с людьми, которых вы встречаете в течение дня. Зайдите в пончиковое кафе и скажите, «Как дела? Вы знаете, я нашел нечто особенное. Смирение на вас посмотрят с осторожностью». Смирение – какое хорошее слово. Итак, вот у нас верующий. И Бог спрашивает, «Где место моего покоя?» Стих 2. «Все это садила рука моя. И я думаю о горах, реках, звездах, планетах». Мы путешествуем, бываем на пляже, на океане, видим разное, тропических рыб. Можем посмотреть через микроскоп. Вы на все можете посмотреть и можете услышать. Но чем же вы действительно наслаждаетесь? Наслаждаетесь, что действительно удовлетворяет вас слышать от Бога. Чтобы Святой Дух исполнил вас и поговорил с вами. Этим наслаждаетесь не только вы, но этим наслаждается Бог. Он говорит, «Вы знаете, чем я действительно наслаждаюсь? Все вот это я сделал своими руками, но вот чем я действительно наслаждаюсь. Мужчиной или женщиной, которые действительно почитают мое слово и то, что они смиряются передо мною. Они способны слушать меня. Вот чем я наслаждаюсь. И вы тоже наслаждаетесь этим, когда обнаруживаете это, исследуете это. Первая Петра, пятая глава. Петра, пятая глава. Евангелие от Матфея 20, с 28 по 28. Я прочту выдержку из книги Тозера. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою», сказал Господь. Из этих слов мы можем сделать вывод. Нет ничего ошибочного в желании быть великим при условии, что мы ищем правильного величия. Мы позволяем Богу решать, что есть величие. Мы обучаемся платить полную цену, которую требует величия. И нас устраивает ожидать суда Божьего, когда все будет приведено в соответствие, кто является великим в конечном счете. Жизненно важно понимать, что имел в виду Христос, используя слово «больший» по отношению к людям. Это определение невозможно найти в лексиконах или в словарях. Оно воспринимается правильно только в рассмотренном теологическом контексте. Неудивительно, что трудно иметь видение от Бога, каким бы кратким или несовершенным оно ни было для того, чтобы воспринимать себя или кого-то еще великим. Итак, Матфея 20, 20. Нет, я думаю, что я изменю и открою другое место. Там будет короче и проще. Матфея 18, 1. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Позвольте сказать кое-что об этом. Вы когда-нибудь устанавливали свои часы на неправильное время? У вас часы, вы смотрите на другие или спрашиваете кого-то о времени, вам говорят, но часом позже вы обнаруживаете, что это также было неправильное время. У меня было неправильное время и у них неправильное время. Теперь мне нужно найти правильное время. Это иллюстрирует нечто важное. Моя отправная точка в жизни может быть неправильной. То, как я выстраиваю свою жизнь, может быть неправильным. Такое может быть. Когда мы слушаем то, что говорит Иисус, величие устанавливается мною. Я вам скажу, что это такое. Не стройте вашу жизнь по-другому. Честно говоря, я чувствую себя неквалифицированным, чтобы обучать здесь. Да, это так. Я чувствую себя неквалифицированным проповедовать здесь. Это так. Это заботит меня. Я никак не могу почувствовать себя полностью спокойным в этом отношении. Я не думаю, что я достаточно умен, способен, мудр. Я не думаю, что я могу это сделать. Иногда я чувствую замешательство в собственной жизни. Я чувствую замешательство в некоторых случаях, когда слышу проблемы, на которые у меня нет решения. Я чувствую себя неквалифицированным. Но для меня это все в порядке. Что касается вас, является ли это достаточным для вас решать вам самим? Но для меня все в порядке, потому что я понимаю, что это так и обстоит. Никто в действительности не знает. Никто в действительности не может. Так это обстоит. У нас в служении есть поговорка. Курицу едим, а кости выбрасываем. Возьми, что можешь получить, осознай, и у тебя будет отправная точка, чтобы установить свои часы. И вот подсказка. Вы не сможете обрести правильное без смирения. Это подсказка для нас. Установите часы неправильно, и это ослепит и вас, и меня. В тот день, когда любой из нас достигнет понимания, что мы сверх меры уверены в своей способности, или в том, кто мы, это будет указателем на то, что во мне нечто начало возрастать. И Христос назидает нас и говорит, будьте внимательны в этом отношении. Вот на что мы с вами посмотрим. Стих 2. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Иисус позвал к Себе маленького ребенка. Обратимся к выдержке из книги Хумилитос. Страница 90. Вот что думали древние греки и римляне. Не прославлять себя публично и не поощрять, чтобы другие прославляли вас. Никому не нравилась похвальба, краса, которая унижала других. Это считалось высокомерным и надменным. Также не поощрялось себя любие, которому обучал греческий метод нарциссизма – влюбляться в свое отражение. Но следовало придерживаться почести долга, добродетели. Это расценивалось как совершенно приемлемое. Считалось, что такие люди могли претендовать на должные почести. Это называлось на греческом языке филатемией. Возможно, самым известным выразителем любви к почести был Цезарь Август. Он писал о себе на бронзовых табличках, и их копии распространялись по всей империи. 2500 слов, в которых он говорит о своих достижениях, провозглашает себе здравицы. Император проводит нас по своим основным 35 достижениям, военным победам, публичным наградам, дарам, городу за его счет, строительным проектам и прочее. Мы знаем, что евреи делали то же самое. Они искали почести, и когда получали ее, то желали упрочить это. Если они занимали высокое положение, то это проявлялось в особенностях их одежды, в публичной манере принесения приношения. Они хотели, чтобы их признавали за их религию и достижения в ней. И вот Иисус, находясь в этой культуре, берет ребенка, ставит его перед всеми. И говорит, вот, посмотрите. Мартин Лютер в одном из своих комментариев о детях, за игрой, которых он наблюдал, сказал, «Господи, неужели нам действительно нужно становиться такими идиотами, чтобы унаследовать Царство Божие? Кто такой ребенок? Они немногое знают, они очень ограничены, часто они глупы. Но можете ли вы обучать их? Будут ли они следовать? Будут ли они отвечать на любовь? Могут ли они быть исцеленными? Могут ли они быть мотивированными? В детях есть много замечательных качеств. Это лишь несколько для того, чтобы выделить нашу мысль. Стих 3. Иисус сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь». Великое Слово, обратитесь. Это настоящее изменение. От жажды иметь почести к тому, чтобы быть удовлетворенным почестью, исходящей от Бога. От жажды уважения и того, что сообщество будет говорить о вас, хорошее. А у нас такое есть в наших сердцах и жизнях. Возможно, поэтому некоторые люди ездят на красивых машинах, потому что таким образом можно обрести почтение людей, которые вас не знают. Но когда они узнают вас... Или место, где мы живем, или различные степени, что бы там ни было, не поймите меня превратно, все это у нас может быть. Мы не будем гордецами и не будем жить в культуре почести, потому что все-таки у нового автомобиля есть новые преимущества, а докторская степень может быть большим благословением во многих отношениях. Но вот здесь нечто другое. Мы не говорим, что те вещи плохие, они неплохие, но за ними стоит то, что находится в наших сердцах. Вот о чем говорит Иисус. И Он вносит в мир нечто, что люди никогда раньше не видели. И это смирение. Но если я установил свои часы по стандарту мира, то там не считают, что смирение представляет ценность. Оно в действительности может производить впечатление, что я идиот, или же что я утрачиваю свое почтение. Возможно, смирение будет позором для моей семьи. Мы видели это в Восточной Европе и в других частях мира, в Азербайджане, в других местах, также в Индии. Ты позоришь нашу семью. Это ужасный проступок – опозорить семью. Но нам нужно выверить наши часы почему-то другому, потому что может статься, что из-за того, что я последователь Христа, на меня обрушится позор. И это перейдет на семью. Позор будет на семье. И это только наше решение. Как нам установить наши часы? С чем мы будем соотноситься в жизни? Какова наша точка опоры и путь, которым мы будем жить в нашей жизни? Мы решили, что если я буду трепетать перед Его Словом, и у меня будет сокрушенный Дух перед моим Небесным Отцом, то мой Отец на самом деле почтит нас. Это почесть не по стандартам мира. Эта почесть происходит от мудрости, жизни, любви, ума, взаимоотношений, чувства единства и цели. Эта почесть исходит только от Бога. Удивительно. Иисус сделал это. Он был Бог. Он не искал почести от людей, но Он искал почести, идущие только от Бога. Когда это становится нашей новой точкой отсчета, то смирение будет грандиозной частью нашей жизни, великой частью того, как мы живем смиренно перед Богом. И мы слушаем, что Он говорит. Он говорит Закхею. Сегодня спасение пришло в твой дом. Закхей откликается. Я отплачу за это. Я верну деньги, которые украл. Я все исправлю. Потому что Закхей соединился с Христом. Христос пришел в его жизнь таким образом, что теперь этот человек ищет почести, идущие от Бога. Даже если я потеряю свои деньги, это ничто в сравнении с почестью, исходящей от Бога. Стих 3. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Больший не в глазах мира, но в большей в более глубоком смысле. Больший в Царстве Небесном, благодаря этому смирению. Иисус говорит об этом в стихе 4. Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Умолиться, смириться. У меня есть некоторая проблема с этим в восприятии того, как это работает. Я не думаю, что я могу что-то сделать сам. Я не могу смирить себя. Но, когда мы обращены, и Дух Божий входит в наше сердце, мы трепещем перед Его Словом. У нас почтительное уважение к тому, что Бог говорит, и это очень важно. Это смиряет меня перед Богом, так что я становлюсь доступным слышать, что Он уже сказал, и то, что Он желает сказать, принять это и следовать этому. Бог говорит смиренному человеку. И давайте прочтем несколько отрывков. Не торопись языком Своим, и сердце Твое да не спешит произнести Слово перед Богом, потому что Бог на небе, а Ты на земле, поэтому слова Твои да будут немногие. Книга Экклезиаста, Пятая, Второй. Вы участвовали в словесных перепалках с другим человеком. Он что-то говорит, это жмет на кнопку у вас. Вы срываетесь и говорите свое. Это в свою очередь жмет на кнопку в душе другого человека, и тот срывается. Вы усиливаете, он еще крепче. Вы и в конце дня тот и другой лежат в своих постелях у себя дома, думая о том, что каждый из вас сказал, и удивляются. Так куда же это меня привело? Что произошло? Что на самом деле происходит? У Господа есть путь лучше. И он говорит здесь. Гнев человека не творит правды Божьей. Якова 1, 20. Сколько всего говорится в гневе, а не в смирении. Сколько взаимоотношений проходят в гневе, а не в любви и смирении. Послушайте, я не нахожусь у вас на кухне, или в вашей жилой комнате, или в вашей спальне. Я не знаю, и по сути это меня не заботит, хотя и беспокоит. Мы все падаем, я знаю это. Но с другой стороны, если это привычка, если это некоторая нить, проходящая по вашей жизни, то проверьте это и задайте себе вопрос. Скажите перед Богом в вашем сердце, Господи, помоги мне с этим, потому что, возможно, я буду более эффективен, если буду мудрым. Помните стих, в котором говорится, мягкий язык переламывает кость? Мягкий ответ. Помните, в книге Экклезиаста, 10 глава, 10 стих, говорится, что мудрость умеет направить нас в трудные ситуации. Это работа смирения. У смирения есть много хороших аспектов, чтобы быть эффективным. Тот же самый автор книги «Хумилитос» цитирует одного исследователя, который изучал тему смиренного руководства. Это Джим Коллинз из Стэнфордского университета, бизнес-аналитик и автор бестселлера «От хорошего к великому». Он провел пятилетнее исследование причины, которая стала основой для хорошей компании стать великой компанией. Он определил великую компанию, как ту, которая прошла через разворот, в котором она финансово предугадала тенденцию рынка по крайней мере три раза в течение 15-летнего периода. Одним из классических примеров является компания «Жилет», хорошо известная по товарам для бритья. Между 1980 и 1995 годами ее биржевые показатели были в 7,39 раз выше обычных. В такую категорию вошли только 11 компаний в США. Особенно обращают внимание, что Кока-Кола, Джонсон-Джонсон, Уолмарт и Дженерал Электрик не попали в их число. Многие обозреватели были удивлены, обнаружив, что ключевыми факторами всех 11 компаний «от хорошей к великой» во время фазы роста было то, что Коллинз назвал «управлением пятого уровня». То есть управление, которое характеризуется двумя характеристиками. Первое – стальная решительность. И второе – отношение смиренности. Коллинз описал замешательство его исследовательской команды, когда они постоянно сталкивались с этой находкой. Мы были удивлены, шокированы, обнаружив, какой тип руководства был необходим для того, чтобы перевести компанию из хорошей в великую. В сравнении с высококлассными лидерами, с выдающимися персоналиями, имена которых упоминаются в заголовках газет, и они становятся известностями, лидер от хорошего к великому, кажется, прилетевшим с Марса. Это самостоятельно определяющийся, спокойный, сдержанный, даже робкий. Такие лидеры – парадокс совмещения личного смирения и профессионального умения. Действует ли смирение в бизнесе? Работает ли смирение в национальной футбольной команде? Действует ли смирение в наших семьях? Да, так сказал Иисус. Но как? Что это за вид? Всякий раз, когда вы и я повинуемся Богу и трепещем перед Его Словом с почтением, Он радуется в этом. Вот где Он. Мы с вами можем устраниться, разбираясь с разными обстоятельствами, находясь друг с другом, но мы ни с чем не можем устраниться перед Богом. Таково великое благословение. Господь, Ты можешь показать мне, коснись Твоим перстом моего сердца, направь и веди меня. И Бог говорит, я живу на высоте небес и в освятилище с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ты просишь Себя великого? Не проси. Иеремия 45, 5. Со смиренными мудрость. Кто слушает Его совета, тот мудр. Смирение предшествует славе. Лучше смиряться духом с крутками, нежели разделять добычу с гордыми. За смирением следует страх Господень. И послушайте вот это. И богатство, и слава, и жизнь. У нас проходит президентская избирательная кампания. Я понимаю персонали наших двух основных кандидатов. Я понимаю это. Но я голосую на основании той платформы, которую они представляют. И мне также хотелось бы сказать, что вам решать, как вы устанавливаете свои часы в вашей жизни. Нет ничего лучше, чем следовать за Христом. Жить по этому слову. И обнаруживать, что мудрость со смиренными, и за смирением следует богатство, слава и жизнь. Нашей стране нужно возрождение. Движение, в котором нашей точкой отсчета является смирение. Движение Духа, при котором мы сокрушены перед живым Богом. И Дух говорит всем нам. Подойдите к этому серьезно. Примите это и поделитесь этим в ваших сообществах. Молитесь и верьте. И ходите смиренно перед Богом. Чего Господь требует от нас? Любить, быть милостивыми, поступать справедливо и ходить смиренно с Ним. В завершении откроем первое послание Петра, пятую главу. Здесь путь применения сказанного. Стих пятый. Так же и младшие. Повинуйтесь пастырям. Итак, это старейшины. И в пятой главе, а также вся Библия учит почтительному отношению к старейшинам. Вы видите это в первом стихе. Как мы живем, кормим стадо, не по принуждению, но охотно, от нашего желающего сердца. Не ради платы, но из желающего сердца. Не потому, что мы ищем почести, но потому, что такова воля Бога для вас. И, возможно, воля Бога для вас сделает нечто, что я делаю сейчас. Вы скажете, я не хочу делать это. Это так. Это не ваш призыв. Вам нужно быть смиренным перед Богом и быть ведомым Богом. Я и этого не хочу. Не хочу быть здесь. Хорошо. Это не мой призыв. Я учился в библейском колледже. Однажды мы с одним братом пили кофе, и тот спросил, что ты думаешь обо всем этом, что ты имеешь в виду? Я не буду пастором. А ты что будешь делать? Я не знаю. Это не мое решение. Я не пришел сюда. Это не мой план. Я не знаю, что будет со мной. Мне не нужно беспокоиться об этом. Это только первый год у меня в библейском колледже. Мне хочется пончик. Но давайте скажем обо всех нас. Когда мы сами управляем своей жизнью, мы не смиренны. Самое великое, что мы могли бы сделать, это позволить, чтобы нас вел другой. Иногда, по прошествии некоторого времени, мы становимся настолько знающими, такими умными. Ну, просто господин с мышленой штаны. Я все знаю. Да, все знаю. Да нет же. Ты не знаешь. Никто из нас не знает. По мере того, как мы становимся старше, это должно быть более очевидным для нас, насколько сильно мы можем все испортить, и насколько многого мы в действительности не знаем. Но мы можем трепетать перед Его Словом, и почитать Его, и делать как можно лучше по Его благодати, и Он сделает это, и позаботится о нас. Замечательно. Стих пятый. Все же, подчиняясь, великое слово, подчиняясь друг другу, подчиняясь старейшине, подчиняясь друг другу, подчиняясь более молодым старейшинам. В Нью-Йорке у нас был семинар пасторов в чудесное время. Мы просто чувствовали, что мы подчиняемся друг другу. Мы чувствуем это общение с почтением и уважением, во-первых, по отношению к Богу, а затем это приходит друг к другу, и затем к вам и ко мне. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрем, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Мне это нравится, когда вы сидите здесь и уважаете, что говорится в церкви. Мне нравится, что вы заняты не своим айфоном или пишете кому-то СМС. СМС. Некоторые из наших молодых людей делают так или склонны к этому, или проверяют свою почту в то время, как все это происходит. В какой-то степени чувствуют, что у вас есть привязанность к своим технологическим устройствам. Может быть, вы просто не можете устраниться от этого. Ну что вы, оставьте это, отставьте телефон или что-то другое, сосредоточьтесь. Мне скучно. Научитесь сосредотачиваться на Боге. Бог здесь. Айфон может подождать. Бог здесь. Сосредоточьтесь на Боге. Вы даже можете сказать, ну, я не вникаю в то, что говорит пастор, я не слушаю. Ну что ж, сосредоточьтесь на Боге. Возможно, тогда вы вникнете. Возможно, вы не вникаете, потому что, между прочим, Бог не в вашем мире. Вы в своем мире, и Бога там нет. Вот почему вы ничего не получаете из этого, потому что вы в своем мире. Но когда вы приходите сюда, трепещете перед Его Словом, проявляете большое уважение к тому, что здесь происходит, и тогда произойдет, что смиренный услышит и будет рад. В вас заработают химические процессы посредством этой книги и того, что говорит Бог. «Облекитесь смиренно мудрым». Обратите внимание, когда Иисус омывал ученикам ноги, Петр был там и видел, как Иисус берет полотенце, припоясывает себя, склоняется и омывает ноги. Возможно, это запечатлелось в Его уме и духе. И поэтому, когда Он позже пишет свое первое послание, Он говорит, «Облекитесь в смиренно мудре». Это картина того, как Иисус припоясался полотенцем и омывал ноги. Носите это полотенце все время. «Облекитесь в смиренно мудре». «Ходите в смиренно мудре» не для того, чтобы у вас было действие на переднем плане, а потом вы отходите на задний план, то есть у меня есть один путь жизни здесь, а другой там. Такое не должно происходить с нами. Будьте обличены в смиренно мудре. Не будьте скорыми на слова, но скорыми на слышание. Будьте студентом этой книги, будьте слушателем. Бог поможет вам. Посмотрите, что происходит. Это удивительно. Стих 6. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Вам причиняли боль? Смиритесь под крепкую руку Божью. Между прочим, Богу также причиняли боль. Бог был распят. Ему также причинили боль. Вы говорите, что вас ранили, никто вас не понимает. Возможно, никто не понимает вас, но смиритесь под крепкую руку Бога. Я уверен, что Он понимает вас. Он знает это. Он был там. Смиритесь под крепкую руку Божью. Смирение приведет к исцелению. Стих 6. Да вознесет вас в свое время. Это похоже на фокус, когда из шляпы вытаскивают зайца. Так и с нами происходит чудо. Я иду в церковь, чтобы увидеть чудо. Из шляпы появляется заяц. Да, очень хорошо, Бог это сделал. А что, если Он этого не сделает по вашему исчислению времени или по моему? Что тогда? Это хороший тест на смирение. Мы можем ждать, быть терпеливыми и надеяться на Него. И Он сделает это в Его время. Он вознесет вас в Его время в нужное время. Стих 7. Все заботы, страхи ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Завершим здесь. Вы возлагаете свое беспокойство, заботу, раны, проблемы. Вы возлагаете это на Него. Возложение – это быстрое действие, как выстрел. Вы сбрасываете это на Него. Это не какое-то плавное действие. Вы смахиваете что-то. Оно находится в шаге от вас. Вы возвращаетесь к этому и поднимаете. Ладно, это снова у меня. Я думал, что я передал это Господу. Господь говорит, но уж нет. В действительности, ты это мне не передавал. Ты просто это передвинул в моем направлении. Мне нужно, чтобы ты это выбросил мне, как пулю из ружья. Вы выстреливаете свою заботу к Нему. Все кончено. Вы идете перед Ним, и Он заботится о тех опасениях и переживаниях, потому что у нас появилось нечто большее, как мы говорим. Мы поджарим большую рыбу. Это нечто большее, нежели моя жизнь, которая поглощается беспокойством и скорбями, эмоционально и ментально. Бог желает, чтобы у нас было легкое сердце, чтобы мы были без забот. Смиритесь перед Ним, и Он позаботится о нас, потому что смиренным Он дает благодать. И Он это сделает в качестве пути жизни. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Если вы здесь в это утро, и вы говорите «Аминь» в вашем сердце по этой теме, я счастлив этому. Господи, мы просим, чтобы у нас был отсчет в нашей жизни, новый отсчет, чтобы мы не ходили, как другие. Да, мы проголосуем в этой избирательной кампании. У нас есть обязанность, как у граждан, участвовать в системе и в соответствии с установлениями нашего гражданского общества поминоваться всем установлениям, которые у нас имеются, посмотреть на вопросы, понять их и проголосовать. Но это одна часть того, что происходит здесь сегодня. Другая часть, более важная, глубокая, как мы устанавливаем наши часы, как мы собираемся жить, как нам иметь отдохновение, покой и удовлетворение. Непосредством гнева или насилия, или отчаяния, или беспокойства, но трепеща перед твоим словом для того, чтобы любить и слышать. Если вы здесь в это утро, и у вас нет Иисуса, как вашего Спасителя, это ваш день, чтобы сказать Христу, «Я верю в Тебя, я нуждаюсь в Тебе, спаси меня, у Тебя есть другое царство, у Тебя есть другой путь, у Тебя есть что-то еще для меня, у Тебя есть нечто большое, замечательное, великое, у Тебя есть что-то для меня, Господи! В моем сердце я вижу величие, я могу видеть это, я могу видеть величие, которое имеется в Царстве Божьем. Я вижу это в людях, я вижу величие, это другой вид величия. Это удивительно, и мы все часть этого. Каждый в этом зале во Христе Иисусе является частью этого величия, которое есть у нас. Благодарим Тебя, Господи! Яви это нам, Господи, веди нас в этом. Если вы здесь сегодня, и у вас нет Иисуса, скажите, Иисус, спаси меня и поднимите вашу руку. Помощники помогут вам, передадут вам буклет. Есть ли кто? Скажут вам Слово, помогут вам, ободрят вас. Есть ли кто? Да, Иисусу. Давайте приведем наших соседей, приведем людей с улицы, приведем людей, чтобы они услышали Слово и обнаружили реальность Христа. Господи, сделай это во имя Иисуса. Аминь. ons gears, П movimiento 11 текуди Продолжение следует...